Телеканал Актиз представляет Новый общественный проект в центре внимания Съемочная группа программы отправляется на поиски самых злободневных тем Которые волнуют Ангарск и его жителей От нашего объектива не скроется никто От наших вопросов еще никто не уходил Кто в ответе за несанкционированные свалки? Как сделать город чище и привлекательнее? Настоящие профессионалы своего дела наведут порядок в городе От их пристального взгляда не ускользнет ни одна проблема Объективно о важном для каждого Один из основных вопросов, которые требуют действительно решения кардинально Это организация беспереводного электроснабжения на территории С присоединением, конечно, проблемы начали решаться усиления Но так как их очень много, администрация не может в один, за один, даже за два года Это невозможно все исправить Аварийная ситуация сегодня уменьшилась в 4,7 раза По сравнению с предыдущими годами прежней администрации Выделяя каждый год финансовую поддержку Она на протяжении трех последних лет у нас от 12 до 17 миллионов Вот это действие позволяет нам удержать в полном составе тех Вот кто у нас находится в реестре сельхозтоваропроизводителей До прошлого года у нас здесь находилась обычная гравийная дорога Без каких-либо обочин и всего остального Представители, безусловно, бывают на каждом нашем празднике Каждый раз Они нас поддерживают и материально, и морально Они заинтересованы в возрождении нашей национальной культуры 2014 год стал знаковым для Ангарска 3 декабря, 4 года назад, на очередной сессии Законодательного собрания Иркутской области Без единой поправки Был принят законопроект о преобразовании ОМО В Ангарский городской округ Историческое событие, которого жители ждали долгие 10 лет Позволило объединить 14 населенных пунктов в единый округ Больше 10 лет Ангарск жил в режиме двух территорий Это искусственное деление было малопонятно простым жителям Лишь усугубляло проблемы Все эти годы ангарчане стремились к единству Политическая стабильность Возможность активного участия в региональных и федеральных программах Консолидированный бюджет Снижение затрат на содержание пяти администраций Устранение дублирующих функций и полномочий Полноценный диалог со всеми уровнями власти Но главное, что Ангарский городской округ Должен был стать инвестиционно привлекательной территорией Но что это объединение на самом деле дало самим жителям и территориям? Пришло время взять это во внимание В рамках экспозиции кровической комнаты Представлен женский бурятский костюм Этот костюм аутентичный в соответствии с нашей местностью И он восстановлен по фотографиям, которые нам получилось найти на территории наших жителей Где-то по книгам восстановить, где-то через интернет найти Вот в таких тонах, в таких материалах выполнялись Обычные ежедневные наряды наших женщин, которые проживали здесь Директор Дома культуры села Одинск Татьяна Конюхова С гордостью рассказывает об очередной экспозиции ДК Здесь, в краеведческой комнате, бережно хранятся костюмы Элементы быта бурят и фотографии земляков Которые защищали рубежи нашей Родины в годы войны Все самое ценное, что дорого каждому жителю Одинска и Ангарского округа Свое собственное здание Дом культуры Одинск приобрел в декабре 2014 года И это открытие стало долгожданным событием для жителей села В прошлом году ДК принял участие в масштабном партийном проекте местной Дом культуры Что позволило получить более полутора миллионов рублей на развитие инфраструктуры Деньги были выделены из федерального областного и местного бюджетов На федеральные деньги администрация Дома культуры приобрела звуковое и световое оборудование Так называемое светомузыка с идеальным звуком Региональные средства ушли на приобретение одежды для сцены, мебели, оргтехники, сценических костюмов А на деньги местного бюджета провели косметический ремонт здания Если говорить об изменениях, то они, конечно, только положительные в нашем случае В случае нашей работы, конечно Мы продолжаем работать в том же векторе развития, который мы взяли с самого начала То есть мы не уменьшаем обороты, мы только их наращиваем, наращиваем Целенаправленно идем к результату Целенаправленно уже организуем работу, более качественную работу формирования Более качественное проведение мероприятий Расширяем свой спектр в рамках взаимодействия с другими организациями Приглашаем, привлекаем сюда, на территорию Если говорить о работе формирования, то мы для себя открыли такое новое направление Художественно-эстетическое направление у нас сейчас на базе нашего учреждения В рамках дополнительной деятельности Дети у нас учатся рисовать, знакомиться с творчеством, с искусством Из больших достижений можно сказать, что наши детки буквально в прошлом году, в ноябре Большой группой, 25 человек Были вывезены во Всероссийский детский центр «Океан» Как хореографический ансамбль, они получили специальный диплом Этому мы очень рады, сами дети Вот уже второй год Одинск участвует в престижной национальной премии В области событийного туризма Russian Even Awards В этом году проект «Национальный бурятский праздник Сурхарбан» Получил специальный приз за сохранение традиций Мы любим Одинск! Чтить свои традиции, бережно хранить культуру В Одинске учат со школьной скамьи С 90-х годов в школе номер 16 учат бурятский язык И на сегодня это единственное образовательное учреждение в округе, где изучают национальный диалект Основная задача нашей школы – это развитие нашей национальной культуры На каждом уроке у нас присутствует этнокомпонент Обязательно урок начинается с приветствия на бурятском языке В любой теме, неважно на каком уроке, у нас используются какие-то элементы нашей культуры, истории обязательно Особенно на уроках истории, конечно В Одинске проживают около тысячи человек, где 90% населения буряты Быт, культуру, традиции здесь сохраняют не только посредством музеев, но и традиционных национальных праздников, на которые приглашают многочисленных гостей Мы начали возрождать наши национальные праздники с Агалгом, с Урхарбан Сейчас это наши, как сказать, уже любимые наши праздники, традиционные, каждый год они у нас проводятся Мы с удовольствием приглашаем наших гостей из Ангарска Конечно же, огромная помощь со стороны администрации Ангарского городского округа Представители, безусловно, бывают на каждом нашем празднике, каждый раз Они нас поддерживают и материально, и морально Они заинтересованы в возрождении нашей национальной культуры В этом году одна из старейших школ Ангарского округа Номер 16 отметит юбилей 110 лет И снова на бурятской земле соберутся многочисленные гости из разных уголков округа, области и соседней Бурятии Мы приглашаем всех на наш юбилей, который состоится 3 ноября 17 часов в Доме культуры Мы будем рады всех видеть В этой школе училась и наша героиня Татьяна Конюхова Сегодня здесь получает знания уже ее дочь Никуда из родного села семья Татьяны Анатольевны уезжать не планируют Ведь это их, как говорят буряты, тон-то не так И главная мечта Татьяны и местных жителей, чтобы родной край цвел и хорошел До прошлого года у нас здесь находилась обычная гравийная дорога Без каких-либо обочин и всего остального В прошлом году у нас положили здесь асфальт Асфальт положили до самой школы Теперь наши учителя легко на каблучках При полном параде добираются до самого своего места А наши детки очень даже в достаточно безопасных условиях Благодаря вот этому даже тротуару Также доходят до школы Также в этом году у нас получается подготовили вот нашу улицу рассвет В будущем, в следующем году, я так полагаю, ну как известно, что будет Здесь тоже прокладывать асфальтовое покрытие Кроме этого, была заасфальтирована улица Молодежная с устройством разворотной площадки Отремонтирована улица Березовая Установлены 13 светильников Конечно, хотелось бы побольше Но на сегодняшнем частичное освещение, конечно, существует Есть, устроено на территории Вот в этом году до конца Ленина сделано освещение Тоже выполнены такие наказы жителей Ну, хотелось бы чуть побольше Потому что все-таки детки, у нас сейчас темнеет рано Хотелось бы, чтобы чуть освещения все-таки на территории было побольше Но в целом, минимум какого-то освещения урочного все-таки выполнено Ну, один из основных вопросов, который требует действительно решения кардинального Это организации беспереводного электроснабжения на территории То есть мы понимаем, что возьмем, служим и детскую территорию То есть несколько энергосетевых организаций Часть сетей принадлежит предприятию банкротов То есть у нас предстоит работа по принятию и передаче в энергосетевую организацию этих бескозных сетей На обслуживание Также ведется большой объем работ по устройству систем наружного освещения То есть мы очень тесно работаем с братской энергосетевой компанией Которая, в принципе, достигла договоренность Что у нас эта организация будет заниматься модернизацией электрических сетей И устройством систем наружного освещения Поселок Мегет называют территорией удобной для проживания Расположен между двумя городами – Ангарском и Иркутском За эти три года, что Мегет находится в составе округа, администрацией проведена большая работа Построен новый уютный детский сад, установлены дворовые детские площадки Оборудован спортивный городок, благоустроена территория, модернизировано уличное освещение, начат ремонт дорог Наверное, основное, что долгожданное для мегетчан – это открытие поликлиники Поликлинического отделения Ангарской городской больницы номер один Этот проект был заморожен на протяжении десятилетий И благодаря совместной работе руководства округа, депутатского корпуса, руководства Ангарской городской больницы поликлиника открылась Благодаря совместной работе с электросетевыми компаниями, ангарскими электросетями, братскими электросетями Устранена практически на 90% проблема с электроснабжением поселка То есть полностью заменено все электросетевое хозяйство, деревня Зуй, деревня Ударник, всех улиц, находящихся за железной дорогой и практически всей мегетской территории Аварийных ситуаций сегодня уменьшилось в 4,7 раза по сравнению с предыдущими годами прежней администрации Ведется благоустройство территории Заасфальтирована улица Рождественская, это центральная улица, соединяющая центр поселка, опять же, с новой поликлиникой, с новым детским садом, с устройством тротуарной дорожки Установлено 9 малых архитектурных форм Устроено 3 новые улицы с уличным освещением Это улица Байкальская, 8 марта и Рождественская Ремонт Старомосковского тракта, соединяющий деревню Зуй с городом Ангарском, деревню Ударник То есть что позволило создать прямое транспортное сообщение между данными деревнями, городом Ангарском И запустить впервые за всю историю существования мегета и близлежащих населенных пунктов Запустить автобусный маршрут, соединяющий город Ангарск и данные населенные пункты По данным переписи населения, в 2016 году в мегете проживало около 9800 человек Сегодня эта цифра перевалила за 10 тысяч Численность увеличивается у нас за 3 года Прибавка в мегет это территория частного жилого сектора и многоквартирных домов 110-111 многоквартирных домов и порядка 4000 частных домов владения За 4 года около 400 увеличения на 400 подсобных хозяйств То есть на 400 с лишним частных домов Так за эти годы выделено более 150 гектаров для развития индивидуальных подсобных хозяйств Долгое время считалось, что мегет – район далеко не сельскохозяйственный Однако желание людей заняться фермерством настолько велико, что постепенно здесь начинает развиваться сельское хозяйство Мегет у нас не совсем сельскохозяйственная территория Больше это промышленное животноводство, мегетская птицефабрика Но вместе с тем на той территории у нас стали появляться христианские фермерские хозяйства В частности, это Курилов образовался, хозяйство образовалось 3 года назад И, в общем-то, показывает неплохие итоги в своей деятельности У него есть и молочное животноводство, но для этого нужно производство зерна и кормов Желающих заняться земледелием и животноводством в округе сегодня немало Не секрет, что у проблемы остается нехватка земель Однако власти округа делают все для того, чтобы найти земельные участки для увеличения сельхозтоваропроизводителей на территории Так, в Мегете удалось изыскать дополнительные земли А это значит, что совсем скоро там появится еще несколько крестьянско-фермерских хозяйств На протяжении трех лет администрация округа оказывает фермерам государственную поддержку Объем грантов составляет от 12 до 17 миллионов рублей Приобретение семян, минеральных удобрений, техники и ГСМ Сельхозпроизводители сами решают, на что потратить деньги За четыре года в округе зарегистрированы еще три предприятия ОО «Светлый путь» хозяйство занимается производством молока и свинины КФХ «Тихонова» и «Индейка-Приангарья» Традиционными сельскохозяйственными районами остаются Одинск и Саватеевка На этих территориях производят овощные культуры, в том числе картофель Мясо и молоко заготавливают карман Основным производителем картофеля является Саватеевское предприятие У него 50 гектар, это самый большой картофельный клин Но тем не менее мы получили урожайность все равно По картофелю больше перекрыли даже недостаток Саватеевского 134,7 центнера, а в прошлом году было 113 Но не хлебом единым жив человек И помимо сельского хозяйства, одному из старейших сел Ангарского округа Саватеевки Есть чем гордиться Особую славу селу подарил фестиваль деревянной скульптуры Лукоморья Куда несколько раз в год съезжаются скульпторы со всего мира А встречать гостей нужно при всем параде В Саватеевке выполнен значительный объем работ по капитальному ремонту распределительных сетей То есть магистральные сети были поменены Также ведется работа по разработке проекта и в дальнейшей реализации Это строительство, капитальный ремонт канализационных очистных сооружений в селе Саватеевка Также выполнены работы по организации зон санитарной охраны водоисточников в селе Саватеевка За это время выполнен большой объем работ по организации восстановления систем освещения на территории населенных пунктов То есть в Саватеевской территории у нас все населенные пункты на настоящий момент освещены Продолжаем работы по ремонту и восстановлению сети уже в самом селе Саватеевка Выполнен капитальный ремонт муниципальных жилых помещений, отремонтированы автомобильные дороги, построен хоккейный корт и многофункциональная спортивная площадка Вообще спорту уделяется большое внимание в округе Так в прошлом году был построен корт в Мегете – многофункциональная спортивная площадка в Одинске В этом году мы в свое хозяйственное ведение получили вот такой замечательный объект Это многофункциональная спортивная площадка Насколько он замечательный мы еще не успели оценить, поскольку получили его только 2 октября Ведение, но все впереди Да, но у нас все впереди и вот у нас получается на следующий год, на зимний период Самая главная задача – обеспечить жизнедеятельность данного объекта Самостоятельно у нас будет осуществляться заливка силами ДК Конечно, с помощью населения, с помощью коллектива То есть всеми силами будем стараться, чтобы все-таки данный объект приносил только радость и пользу населению По секрету скажу, что в планах у администрации Дома культуры поставить на катке новогоднюю елку И встретить любимый праздник активно на свежем воздухе Данный объект, конечно, используется не только в зимнее время, на самом деле Я уже говорила ранее о том, что у нас на территории села очень активно занимается спортом Допустим, в данном случае в тренировочных целях данный объект использует секция бокса, секция борьбы То есть для того, чтобы проводить какие-то разминки на свежем воздухе Этот объект... Здесь есть все условия для того, чтобы при битишке полноценно занимались спортом Но если говорить о профессиональном спорте, то уже в этом году, летом В рамках национального бурятского праздника Сурхарбан Именно здесь, на этой площадке проводились соревнования по волейболу Внегородские территории это еще и садовые товарищества Большая часть дач находится за пределами Ангарска И здесь округ остается одним из лидеров региона по муниципальной поддержке садоводческих объединений На что в этом году выделено 5 миллионов рублей Традиционно в рамках программных мероприятий в садоводствах Ремонтируются внутренние дороги и системы электро- и водоснабжения А также обустройство мусороприемных площадок Свыше 4 миллионов рублей предусмотрено на ремонт внутренних дорог, системы электроснабжения и водопровода Кроме того, в сумму поддержки включены более 800 тысяч рублей На обустройство мусороприемных площадок в 27 садоводствах А также около 150 тысяч рублей на поездку садоводов в Иркутск для участия в региональной выставке Добрый Ангарск! Совсем недавно в Мегете побывали представители администрации Специалисты Центра поддержки общественных инициатив Вручили людям старшего возраста подарки к празднику Дня пожилого человека Теплые пледы, носки, варежки и шапки Связаны специально для виновников праздника А уже через несколько дней это событие омрачила трагедия, которая произошла в Мегете Молодая женщина умерла, не дождавшись скорой По словам местных жителей, качество оказания скорой помощи ухудшилось 2 месяца назад После того, как в Мегете переехал дежурный врачебный пост До этого он работал круглосуточно Скорая помощь располагается в здании поликлиники, но пункт работает до 6 часов вечера То есть как только закрывается поликлиника, скорую, так сказать, выгоняют на улицу И она уезжает в Ангарск и, соответственно, экстренно приехать к нам не может Кто виноват в смерти человека? Халатность врачей или региональной власти? Смотрите, в программе «Местное время» сразу после нашей программы Но в администрации уже заявили о том, что не оставят эту ситуацию без контроля и решения Руководители администрации проведут ряд встречи с жителями поселка, чтобы решить вопрос со скорым медицинским обеспечением Мегича Вообще ситуация в Медите, которая сейчас сложилась со скорой помощью, администрация Ангарского городского округа тоже очень сильно обеспокоена Но это не полномочия администрации Ангарского городского округа Мы, с этой стороны, выходим на соответствующие службы, которые отвечают за это Стараемся всячески решить и улучшить эту ситуацию На ближайшее время нами запланирована встреча, выездное совещание администрации Ангарского городского округа с представителями здравоохранения по решению этого вопроса Вот уже без малого 4 года, как состоялось объединение территорий Понятно, что решить многие проблемы даже за эти несколько лет просто невозможно Но работа продолжается, а значит, есть надежда, что в скором времени лозунг «Лучший город на земле» сменит эпитет «Лучший округ на земле» «Лучший город на земле» Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь! Продолжение следует...